Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рада всех вас видеть. Замечательный у нас сегодня гость Григорий Яблонский. Григорий уже не первый раз у нас выступает. Вообще не хочу ничего говорить. Пусть Григорий представит себя сам. Ему есть что сказать несравненно больше, чем мне. Григорий, пожалуйста. Ну, здравствуйте, дорогие. Я здесь действительно второй раз. Мы с Витой только сегодня перешли на «ты». Это такой важный рубеж. И что я хочу сказать. Прежде всего, я хочу сказать, что мы переживаем страшные времена. Но кровь льется и в Украине, и в Израиле. И мне нечего говорить. И моя позиция совершенно ясная. Я ее озвучивал. У меня есть и статьи, и песни. Но сегодня, мне кажется, надо как-то душевно противостоять этому. И, может быть, сегодня я ни о чем таком не буду говорить. А буду говорить либо о нейтральном, либо вне войны, либо вообще смешное. Так что вот такая повестка. И второе. Я прошу заранее извинения перед людьми, которые знают некоторые мои рассказы или песни. Почему? Потому что моя цель – презентация вот этой книжки, которая называется «Правдивая история». «Правдивая история». И книжка, она вышла где-то полтора года назад. Ну, в общем, думаю, книжка нуждается в рекламе. Ее мало кто знает, хотя, в общем-то, есть пресса. Ну, вот я хочу о ней рассказать. Потому что это книжка с некоторой концепцией. Так, но перед этим я прочту стихотворение, которое обращается ко всем. Вы знаете, самое важное для нас – это здоровье. Правильно? Здоровье – самое важное. Ну, а поэты и литераторы разных мастей, они всегда жалуются на здоровье. Ну, Пушкин там посидели, поредели, кудрик в честь главы моей из Накриона. Там Есенин там облетела золото волос. В общем, все жалуются на здоровье. На зубы, на волосы и тому подобное. И я, в общем, тоже решил пожаловаться. Ну, так, оптимистически пожаловаться. И психотворение называется «К телу». Вот я его читаю. Интегрально жалуешь на тело. «Тело – мое тело, тело дорогое. Ты недавно телом было молодое. На тебя смотрю я, что с тобою стало. Прямо, скажем, тело, ты меня достала. Дышишь учащенно, держишься непрямо. На лице угрюмом жизненная драма. Что с тобою тело? Чем ты недовольна? Может, что-то съело. Может, где-то больно. Не печалься, тело, хоть и пожилое. Ты живи, покуда ты еще живое. И ходи, не падай, двигаясь по свету. А другого тела у меня и нет. Ну, видите, какое простое стихотворение. Я желаю вам всего хорошего. Хотя, в общем-то, вполне правда. Сейчас делают какие-то экзотела, заменяют. В общем, есть такое движение. Но, во всяком случае, у меня точно нет другого тела. Ну вот, желаю вам здоровья. Это первое. Это зачем? Теперь, о концепции книги. Значит, книга... У меня идея родилась очень давно. Вообще, идея правды... Вот две идеи меня волнуют, так сказать, помимо «Воин и революция». Значит, это идея правды, правда и любовь. Ну, в общем, я не представляю поэта, который не может писать и любви. Ну, теперь я еще о чем-то таком же, что-то же значимом, не знаю. Но вот правда. Что такое правда? И я решил сделать книгу, книжку, в которой бы изложил бы разные, так сказать, блоки по шкале правды. Вот смотрите, есть правда-быль, которая гарантируется... Я рассказываю о себе, там будет присутствовать я, и я буду рассказывать какие-то истории из своей жизни. Ну, я вроде бы свидетель, я вам гарантирую, там есть я. Значит, дальше есть откровенная мистификация. Причем такая игра... Читатель может понимать, что это неправда. Но это его, так сказать, забавляет. Вот такая мистификация. Ну, обычная мистификация к первому апреля. Ну, я думаю, что я умею сочинять такие мистификации. Есть третий тип правды, которая абсолютно неправдоподобна. Но, увы, или, так сказать, удивлению, это правда. Ну, вот есть и такое. И четвертое, это просто история, которая пишется... Меня тип таких историй довольно раздражает. Это история, в которой автор точно знает, что произошло с героем, как он думает, что с ним произошло, в каком году. Такие истории, в общем-то, написаны тысячью авторов. Это автор как Демиут. И я тоже, так сказать, пишу такие истории, но в меньшем количестве. Вот, собственно, вот эти четыре, так сказать, типа истории, представленные у меня в книжке. И, значит, я вам зачитаю образцы таких историй. Кроме того, есть история о Катемгородках, которую я читал, рассказывал вам, по-моему, в прошлый раз. Вот, и эти чтения, этих рассказов будут перемежаться интерлюдиями, то есть стихами и песнями, ну, в небольшом количестве. Поскольку я не намереваюсь перейти рубеж полтора часа. Сейчас шесть, десять, ну, примерно, по моему времени, по вашему, семь, десять. Хорошо, значит, мы можем начать, да? Согласны? Хорошо. Значит, я читаю первую быль, которая называется, значит, она называется очень просто, называется она «О бабушке, дедушке и о литовских партизанах». Вот так называется «О бабушке, дедушке и о литовских партизанах». И я вам показываю вот эту фотографию. Хочу сделать шеет-скрин, делаю шеет-скрин, шеет-скрин. Шеет-скрин, так. Видно? Видно. Видно. Теперь я обращаюсь к присутствующим. Ну, исключая тех, кто знает эту историю. Можете ли вы сказать, кто изображен на этой фотографии? Никто не знает, я не вижу. Я в данный момент, я не вижу. Это Михалков. Совершенно правильно. Анна Роттершайн. Совершенно правильно. Это лауреат четырех сталинских племен, а может быть и пяти, поэт Сергей Владимирович Михалков. А рядом, ниже изображен мальчик, ваш покорный слуга. В возрасте семи или восьми, в возрасте семи с половиной лет. Понимаете? Значит, вот это, собственно, и об этом было. Сейчас я убираю, собственно, и начинаю читать свою историю. Сейчас я ее открою. Открою свою историю, потому что я ее не помню на памяти. Значит, история называется «О бабушке, дедушке и литовских партизанах». Дедушка не любил бабушку. Однажды, я это хорошо помню, дедушка за столом внимательно читал газету, закрывшись газетным листом, и когда бабушка спросила его «Лева, ты хочешь котлеты?» Дедушка внезапно высунулся из-за газеты и пролаял. «Да, да, да». Бабушка тоже не любила дедушку, но дедушка не любил ее больше. Он называл ее достаточно прочно «Зверь в человеческой школе». Надо сказать, что в это время ребенком в 7-8 лет я читал знаменитое произведение грузинского поэта Шатару Ставели «Витязь в тигровой школе». И эти два термина прочно переплились в мое сознание. Но вряд ли дедушка считал бабушку витязем в тигровой школе. Вообще бабушка прекрасно знала стихи почти всего Евгения Негина наизусть, и Натсона брат мой усталый страдающий брат, и сумасшедшего Пухтина, и даже Василия Шибанова-Толстого Алексея Константиновича. Она, что было удивительно для евреев, окончила гимназию то ли в 14-м, то ли в 15-м году, и с удовольствием вспоминала, как на выпускном балу с ней танцевал жандармский офицер и, склонившись к ее уху, прошептала «Жидов не люблю, а жидовочек обожаю». Помимо русских стихов, бабушка хорошо помнила еврейские погромы. Моя мама девочки чуть не погибла во время погрома. Это было при Петлюровце. Правда, уже потом, в наше время, стали говорить, что Петлюра не устраивал погромов, даже был против погромов. Он просто не мог помешать погромщикам. Но тогда, в общем, неясно, кто же устраивал эти погромы. Для бабушки же было совершенно ясно, что погромы прекратили большевики. Так вот, бабушка не любила дедушку и страстно любила меня. Когда я играл в футбол, она бегала по полю и пыталась кормить меня котлетками. Я до сих пор помню, как надо мной смеялись мои товарищи. Их бабушка тоже не любила. Вот, и в результате, и я возненавидел бабушку совершенно отдельной ненавистью. Любили в семье только одного человека, меня. От меня ожидалось очень много каких-то совершенно необычных поступков и достижений. До войны у Иосифа Виссарионовича была привычка встречаться с необыкновенными детьми. Дети – наше богатство, дети – наше будущее. Иосиф Виссарионович встречался с мамлокат Наханговой, девочкой, которая стала собирать хлопок обеими руками и побила все рекорды, посреднив одноруко собиравших звездок. Встречался он и с юным, виртуозом, скрипачом Бусей Гольдштейном. После войны он, кажется, ни с кем не встречался. Но на мавзолее с ним и с товарищем Молотовым порой стояло счастливое юное существо – девочка с букетом. И народ, в общем-то, был по-прежнему настроен на контакты вождя с ним. Вот и от меня ждали чего-то такого, что приведет к неизбежному приглашению в Кремль. И я это совершил. В возрасте семи лет и четырех месяцев я написал несколько, не менее пяти рассказов из жизни литовских партизан. Написать их было достаточно просто. Наслушавшись по всесоюзному радио прозы Гудайтиса Гузявичуса и иных литовских прозаиков, чего стоила одна правда кузнеца Игнатаса, все это передавалось в 9.30 утра, вечером после 17.30 и начитавшись Тараса Бульбер, я накатал эпический цикл, в котором описывалось, как старый литовец сжимаетесь. Кажется так. Уходят партизане глухие лица вместе со своим старшим сыном Янисом и в конце концов убивает своего младшего сына Андриса фашистского прихвоста. Это был чистейшей воды плагиат. Удачно, впрочем, скомпонованный. Но чтение рассказов из жизни литовских партизан произвело колоссальное впечатление на душу людей. Ко мне притянулись, во мне признали гений. Судите сами. Тихий мальчик, 7 лет, живя в небольшом городке и синтуке, от Литвы достаточно удаленном, написал рассказы из жизни литовских партизан. Тем более литовские партизаны действительно были и действительно боевали, в основном, против советской власти. По городу поползли слухи, что Сталин уже пригласил меня в Кремль. Наш город из синтуки был чудный курорт. Он славился английским парком, о котором говорили, что он спланирован английскими военнопленными после Крымской войны. Я сейчас сомневаюсь, были ли такие военнопленные. В парке была водолечебница, выкорреченная в знаменитом довоенном фильме «Девушка с пшитой свиданием». Здесь можно было попить синтуки номер 4, номер 17, исключительно полезные для живых. После войны в синтуки любили приезжать советские писатели, погулять по английскому парку, попить номер 4, номер 17 и прочесть лекции советской литературы. Моя мама имела отношение к идеологической работе, была третьим секретарем горкома, отвечала за общество знаний, и ей приходилось устраивать эти лекции. Естественно, советские писатели из первых рук получали знания о чудо-ребенке, про зайки, автора цикла рассказов о литовских партизах. Их потрясение было не меньшим, чем у простых обывателей. Лауреат Сталинской премии Сергей Михалков сфотографировался со мной на фоне местного театра, и я до сих пор храню это фото. Расходы на фотографию оплатила, конечно, мало. Николай Верта сажал меня на колени, Маргарита Алигер гладила по голове, другие писатели более мелкого калибра исчезли из моей памяти, но, уверяю вас, их было немало. Идиллия эта улетучилась мгновенно, так же, как и образовалась. Насколько я помню, я учился тогда в третьем классе, перепрыгнув через ступеньку. В школе мы писали приглашение родителям прийти на родительское собрание. Приглашение писалось на отдельном винованном листе, вырванном из тетради. В правом верхнем углу должен был быть адрес, а ниже сам текст. Родительское собрание в школе, такой-то, класс такой-то, состоится тогда-то и там-то, просим вас прийти. Очень простой текст. Диктуя его, учительница проверяла наши навыки грамотно писать под диктовку и заодно избавлялась от скучной работы писать эти приглашения самой. Продиктовав, учительница пошла по рядам, забирая листы, на ходу просматривая и справляя. Остановившись около меня, она спокойно и доброжелательно улыбнулась и протянула руку. «Ну-ка, покажи ей, что ты написал!» Текст приглашения был стандартный. Он шел под диктовку. Изменить ему было нельзя. От себя творчески он мог написать только адрес. Адрес у нас был простой. Город Исинтеки, улица Базарная, 20, кажется так, и фамилия мамы. Дом этот был аптека, поскольку дедушка был аптекарь, заведующий аптекой, и жили мы в доме, часть которого, выходящая на базарную, была аптекой, а задняя часть была нашим жильем. Двор был не широкий, он был окремлен с одной стороны аптекой, а с другой бесформенным, выкрашенным белой краской сооружением, называвшимся удивительно, химико-валяльный комбинат. А вот в глубину двор был большой. Он тянулся, сгибался, спускался к подкумку, речке, упомянутой Лермонтовым, героя нашего времени. Здесь подкумок был просто речушкой. Со двора была видна одна, а то и две вершины Кавказа. Не Казбет, не Эльбрус. Точно, скорее Бештау или Машу. Вот такой адрес, город Исинтеки, улица Базарная, 20, я должен был написать в правом верхнем углу. А написал я вот что. Нью-Йорк, Уолл-стрит, инструктору по собаководству. Не буду врать, я не помню впечатление, которое произвело чтение этого незамысловатого адреса на учительницу, но его последствия я помню хорошо. В тот же день меня вызвали к завучу, а потом к директору Рыбчинскому, длинному и всегда встревоженному. На следующий день была вызвана мама. Моя репутация ребенка-гения, ждущего приглашения в Кремль, испарилась мгновенно. Складывалась уже совсем иная репутация. Речь шла об исключении школы. А главное, простой советский человек мог понять и принять спонтанность гения, создавшего в возрасте 7 лет, тематичной посторонней помощи только по озаряющему вдохновению эпопею о мужестве литовских партизан. Но советский человек 48-го года никак не мог поверить тому, чтобы дитя 7 лет могло само просто так написать страшные слова «Нью-Йорк» и «Олл-стрит» в качестве адреса. Как ребенок мог узнать такие слова? Как он мог не дрогнувшей рукой написать их? И где он это слышал? Ну, значит, слышал. Значит, крепко в памяти сидит. Значит, семья такая. Что касается безобидного инструктора по собаководству, то с этим-то все было ясно. Это был код, шифровка. Но я уж не знаю, как моя мама, имевшая отношение к идеологической работе и бывшая третьим секретарем горкома, погасила этот скандал. Тем более, что скоро она перестала быть третьим секретарем. И совсем не в связи с моим отвратительным поступком, а просто поступила в аспирантуру, занявшись диссертацией на тему «Партизанское движение Саврополя в годы Великой Отечественной войны». Тема была согласована с идеологическим руководством края, чуть ли не с Михаилом Андреевичем Сусловым, который совсем недавно, до его стремительного подъема в Политбюро, был первым секретарем крайкома и еще по старой привычке наведывался в родные места. Но эти савропольские партизаны тоже были сплошным надувателем, поскольку савропольский край это в основном степь. А в горных районах, в горных районах, а в Казах партизаны партизанили в тылу советских, чеченцев. Я сейчас не исключаю, что моя мама подсознательно преобразовала моих литовских партизан, своих савропольских. Да, я уже как-то близок к концу рассказа, но что сказать еще. Моя дутая репутация лопнула, в семье не перестали любить меня, но и не перестали ожидать от меня необыкновенных поступков. Но стали понимать, что необыкновенные поступки могут быть исключительно опасными. На всякий случай при мне перестали рассказывать политические еврейские анекдоты. А вскоре в нашу семью пришла беда, и не шуточная. Посадили отчимы, врача-стоматолога. Год 51-й. Врачей-убийц еще не было. Точнее, они уже были на процессах 30-х годов. Однако новых врачей-убийц еще не было. Их нашли только в январе 53-го. Но стоматологи и зубные техники всегда были под пристальным оком МГБ, трагменталов. Короче, отчима посадили по статье 58-10 УК РСФСР. Пропаганда, агитация, призыв к стержению, подрыву, ослаблению Советского Союза. Дали 10 лет. Мама же получила партийный выговор, строгий, поставивший крест на ее партийной карьере. И диссертация, защита диссертации про савропольских партизан была отложена на неопределенный срок. А у нас дома был обыск. Изымали медицинскую технику, радиаппаратуру, приемники, радиолог. Меня, мальчика, не попросили выйти, не попросили. На меня не обращали внимания. И вдруг на мамином столе я увидел небольшую черную книжку. И на ней было написано Анна Луиза Строн. А я знал это имя. Анна Луиза Строн была американская коммунистка, совсем недавно арестованная в Советском Союзе как шпионка. Об этом была краткая заметка в газете «Правда», которую я читал каждый день. Я немедленно спрятал эту книжку под рубашку. Надо сказать, что эту Анну Луизу Строн выпустила. Она уехала в Штаты, где села в тюрьму уже как советская шпионка. Но на столе я заметил еще и машинописные странички куда более опасны. Если бы их нашли, мама бы не отделалась строгим партийным выговором. Это был еврейский сам издат, редчайший в то время переписка между двумя еврейскими поэтами Маргаритой Алигер и Эггой Эменбургой. Стихотворение Алигер «Мы, евреи» было напечатано в звезде и сразу же запрещено. Мы, евреи, сколько в этом слове горечи и бесконечных лет. Я не знаю, есть ли голос в крови, знаю только, есть ли крови цвет. И сколько нас, евреев, среди безвестных воинов, погибнувших в боях. А Эггург ответ «Народ бессмертен, новых маковеев» он породит грядущему пример. Да, я горжусь горжусь и не жалею, что я еврей, товарищ Алигер. Спустя 50 лет выяснилось, что ответ Алигер написал никакой не Илья Эггур, а безвестный Менгель Михаил Рожковат. Как бы то ни было, в этот момент я понял, что эти листочки папиросной бумаги самое опасное, что есть в нашем доме. Люди из МГБ, делавшие область, могли не знать, не прочесть заметку в правде об Анна Луизе Строн, но про евреев и международный сионизм они знали твердо. И вот я смог спокойно, незаметно взять со стола папиросные виски вместе с Анной Луизой Строн, сунуть их под рубашку, выйти во двор и затолкать их под какой-то камень. И вот сейчас, когда я вспоминаю эту историю, я думаю, что она вполне искупает все мое предыдущее псевдо гундеркинство. И если положить руку на сердце и отбросить ложную скромность, может, я и был настоящим гундеркиндом. В тот момент, конечно. Конец рассказа. Очень здорово, по-моему, очень неожиданно, то есть. Ну, хорошо. Значит, первый рассказ кончен. Это рассказ, он относится к былим. Вот, действительно, все так и было. Ну, интонация, там, как я контролирую свое я, но оно так и было. Значит, тогда разрешу... Можно вопрос? Да, да. Григорий, у вас еще про Иссентуки рассказы есть? Какие? Еще про Иссентуки другие рассказы есть? Нету. Почему? Когда я слышал слово Иссентуки, я вспомнил про человека, у которого фамилия была Иссентуки. Это был Степан Степанович, у которого девичья фамилия была Пивораки. Он был стариком Хаттабовичем привлечен как вродобрей для Вультики Сталькова? Нет, у меня есть рассказ, продолжение рассказа, но, так сказать, уже, как говорится, он называется второй рассказ о бабушке Марии Евсеине и о женах антисемитов. Но там тоже есть Иссентуки, но это другое. Окей, только к тому, что слово Иссентуки это как бы символ такой был, кроме всего прочего. Но когда я читал Лагина, я делал ударение на У Иссентуки, потому что он потом стал Пивораки. Но в тексте, который я читал, ударение проставлено не было, поэтому... Понятно. Хорошо. Значит, у вас такое впечатление, вы связали меня с Лагиной. Да? Хорошо. Который, кстати, посещал Хедр в Витебске, когда-то, Лагин. Так. Хорошо. Хорошо. Понял. Значит, я убираю. Я могу еще... Да. Так вот, эта фотография, видите, фотография с Михалковым, как раз... Я показал вам вначале фотографию с Михалковым. Михалковым был тоже впечатлен вот этими моими рассказами, ну, дурацкими, ну, и сфотографировался. По-моему, за фотографию мама заплатила. Так. Теперь я прочитаю какой-нибудь один стих. Да. Ну, к этому стихотворению, значит, какой стих. Значит, стих называется «Гномики». Жили-были гномики в изумрудном домике. Гномик Вася, гномик Лев, гномик Мартин Вандергрефс, гномик Абусуедин, добрый гномик Никодин, гном по имени Сарук и гномище Кальтенбрук. Гномик Вася говорит «У меня душа болит. Не хочу быть гномиком, а хочу быть гомиком». Тут гномище Кальтенбрук с полки снял большой YouTube. Ну, сдавайся, гномик гад, сейчас здесь будет гном парад. Вот такие гномики в изумрудном домике. Гномик Мартин Вандергреф отмутузил гномов всех, гном по имени Сарук, у Кокоши гномов двух, гномик Лев не рисковал, он штанишки поменял, Никодин залез в кровать, чтобы удобнее воевать, ну, а Вася сделал вид, что он доктор Айболит. Вандергреф гномик Абусуедин, добрый гномик Никодим, гном по имени Сарук и гномище Кальтенбрук. И написано это шесть лет назад в бельгийском городе Ген. Такой, значит, такой стих. Да. Так, а теперь, может быть, ну, я хочу как-то продемонстрировать разные возможности интерлюзии. Вита, будь так любезно, поставь песню любовь, но любовь какой-нибудь песню любви. Ну, хорошо, любовь на троне? Нет, любовь на троне родного, да. Вторую. Просто любовь. Просто любовь. Хорошо, сейчас, секундочку. Просто так. Разные. Сейчас ошеренки. Спасибо. Ребята, скажите, видно, слышно? Слышно, должно быть, а не видно. «Любовь» 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Значит, поэт эту песню, поэт спела эту песню Тамара Лакшина, аранжировка ее мужа Виктора Лакшина. Ну, а это, кстати, такая мелодия и слова мои. Ну, хорошо. Вот, собственно, это первый рассказ, первое интерлюдие. Дальше я перейду, значит, это я вам обещал были, дальше я перейду к тому, что условно я открываю вам такой фокус. Это мистификация. И эта мистификация относится к новой о Владимире Ильиче Ленин. Значит, может быть, вы читали этот текст? Вы читали этот текст? Нет. Потому что этот текст напечатан года три-четыре тому назад, он напечатался два раза, и там громадное количество просмотров, больше десяти тысяч, там, то есть все, потому что людей почему-то интересует Ленин. Значит, читать, не читали это? Я не читала, например, но, Гриша, где это было напечатано? Это было напечатано в Чайке, это было напечатано, ну, в Чайке напечатано. Уверхуете, можно? Я читаю. Я читаю. Одну минуту. Я читаю. Так, все готовы слушать, да? Да? Хорошо. Ленин, Владимир Ильич Ленин. 70-18-70-2024. Имя Ленина навсегда вошло в мировую историю. А Ленин спорят и спорят с яростью. Кто-то называет Ленина величайшим и хладнокровнейшим преступником XX века, предшественником Сталина и Гитлера. Кому-то хочется распространять нелепившие выдумки, вроде того, что Ленин умер от физического заболевания. А еще, начиная с 90-го года, по русскому телевидению стала гулять бредовая ложь, выдуманная питерским заболдыгом Сергеем Курехиным «Ленин гриб». Ну, какой гриб? Ну, что за гриб? Шампиньон? «И находились легковерные люди, даже среди ветеранов партии, которые поверили это чудовищное брехье. Такие люди, как Ленин, обдавляют совесть человечества», – сказал Эйнштейн. Их процитировал недавно политик Геннадий Алексеевич Зюганов. Один гений оценивал другого – Эйнштейн Ленина. Чтобы выяснить истину в этой сумятице мыслей и суждений, надо понять, как Ленин относился к женщине. Именно этим мерится масштаб великого человека. Вот есть яркое высказание Владимира Ильича. «Каждая кухарка может управлять государством». Видно, как высоко Владимир Ильич Ленин оценивает способность женщины, прежде всего кухары. А Зюганов передает высказание по-другому. Ленину прав, утверждая, что каждая кухарка, что даже кухарка, умная и добропорядочная, сможет управлять государством лучше, чем воры и пьяницы. Что же на самом деле сказал Ленин? Ведь Геннадий Алексеевич Зюганов подправил немного Владимира Ильича. Не всякая кухарка может управлять государством, а умная и добропорядочная. И не просто управлять лучше, чем воры и пьяницы. А что же на самом деле сказал? Так вот, в статье «Удержит ли большевики государственную власть» Ленин пишет, мы не утописты, мы знаем, что любой чернорабочий кухарька не способны сейчас же вступить в Ленин в государство. То есть Владимир Ильич выражает важную мысль, что кухарька и чернорабочие в принципе способны вравлять государство, но не сейчас. Им надо помогать. В недавно вышедшем новом издании «Воспоминания о Ленине» Надежды Константиновной Крупской «Варгиус» произведена масса реальных примеров, как Ленин не на словах, а на деле помогал женщинам, причем всем, а не только кухарькам. В свое время эти воспоминания были белой вороной среди бесконечного потока безудержных воспалений покойного вождя. Конечно, Ленину Крупской это домозгалкостей политик, до предела сфокусирован на своей идее. Вот, Ленин в молочном санатории, знакомится с солдатом швейцарской армии. Солдатом. Парень был довольно славный. Владимир Ильич ходил вокруг него, как кот около сала. Заводил с ним несколько раз разговоры о грабительском характере войны. Парень не возражал, но не клевало. Очевидно, что Владимир Ильич хотел распропагандировать швейцарского солдата. Не более того. Вот поднимаются Ленин и Крупская на швейцарскую гору. Альпийские луга. Это львейцы. Родиндендроны. Красота неописуемая. А Владимир Ильич, ну и сволочи. Какие же они сволочи. Ну кто, кто, Володя? Меньшевики, конечно. Крупская по-доброму посмеивается. Заснешь, увидишь во сне меньшевика и станешь ругаться. Сволочи, сволочи. Вот и пропадет вся конспирация. Это она о переезде в пломбированном вагоне, когда Владимир Ильич хотел притвориться немым. Но так или иначе, Ленин в воспоминаниях Крупской – простой человек. Не простой, как правда, а реально простой. Водил в пивнушки, собирал белые грибы, горные сапоги чистил сам, не любил цветы, ездил на велосипеде, велосипед крали. Новое издание «Воспоминания Ленина» 2015 года избежало когтей сталинской цензуры. Здесь масса удивительных человеческих деталей, опущенных в предыдущих изданиях. Оказывается, у Владимира Ильича, помимо всепоглощающей революционной деятельности, было и любимое побочное занятие. То, что называется хобби. И это хобби напрямую связано с помощью женщины. Ленин любил стирать белье. Это его влекло и постоянно интересовало. Этим он занимался в редкие часы отдыха в Швейцарии, в Женеве в 1908 году, в Берне в 14-15 и в Цюрихе в 1916. Стирал он вручную и на стиральных машинах немецких, механических, и на американских электрических, только что в Швейцарии появившись. Во всех швейцарских квартирах, в которых они жили, стиральные машины уже были. И в Женевском пенсионе, и в Берне на улочке Дистальвек, и в Цюрихе у фрау Прилок, и у Камареров, и, наконец, в молочном санатории кантона Сен-Галик. Но электричество было не всюду и подавалось не всегда. А электрические машины Владимиру Ильичу нравились все-таки больше. И вот пишет Надежда Константиновна. «Схожу я в ванную комнату и вижу, стоит Ильич, окруженный облаком пара, и стирает носки и кальсоны. Носки он стирал вручную, говорил, что на стиральных машинах они прилипают к другим вещам или к стенкам. Заодно он стирал, и кальсоны немного меня стесняются. А глянется Ильич, видит, что я улыбаюсь, и говорит, «Как ты думаешь, Надюша, что я делаю?» «Стираешь, — говорю. А что стираю?» «Носки, ну, кальсоны». «Нет, Наденька, я стираю грани между физическим и универсием трудом». А в работе на стиральных машинах Владимир Ильич достиг совершенства. Более того, он стал ходить к друзьям и знакомым, учил их простейшим навыкам вручной машиной стирки. Многие близкие друзья жили в Бернице всем рядом. Инесса Армандо наискосок, Зиновьев в пяти минутах, Ашковский в десяти. Владимир Ильич ходил к ним часто, иногда в обходку, апстировал. Даже во время Циммервальской и Кентальской конференции находил время для простейшим. А вот развешивать белье не любил, хотя иногда и приходилось. «Позже, когда Ильич жил с Зиновьевым в разливе и в шалаше, единственное, о чем он жалел, что там не было машины, чтобы стирать белье». И вот, вспоминает Надежда Константиновна, «Стоит Ильич около стиральной машины, вытаскивает из сушки одну вещь за другой, складывает их аккуратно и бережно, рубашку к рубашке, наволочку к наволочке, стопку за стопкой откладывает, а потом, а потом, собирает все в белье, в высокую белоснежную колонну и протягивает мне ее с ликующим воздухом. «Есть такая партия!» Конец рассказа. Ну вот. Правдиво. Правдоподобно, правдоподобно. Детали там правдоподобные. Очень, очень. То есть это очень... Ну, я же вам сказал с самого начала, понимаете, я же вас посидел. А так люди, люди, 50% точно людей верят. Только что появившиеся, там, американские, вот это все заставляет верить. Это все верно. Все я проверял. Я проверял детали. Да, все детали там. Но это что? Я как-то написал рассказ о том, как Ленина убили во время выступления на броневике. Так в редакцию газетки, где этот рассказ поместил, пошли звонки, так выходит вон чего-то, а мы не знали. Ну и так далее. Нормально. Ну, это сильно все-таки, понимаете. Это тут, как тут сказать, эта мистификация должна быть, ну, она должна идти слишком далеко. Вот. Ну, последнее, вот, если вы хотите, ну, жалко открывать, конечно, но вот тоже была принята хорошо мистификация, значит, «Судьба фельдмаршалов». Фельдмаршалов. Она была напечатана в этом году. Ну, в прошлом году. То есть, такая, значит, Паулюс, Паулюс, понимаете, Паулюс маршалов, да? Фельдмаршалов. Ну, вот, я написал, что он хорошо играл на пианино и что у него были родственники в Риге, так? И что Раймонд Паулюс был его родственником, который заимствовал всей его отецом. Вот. И это было, приятно, это замечательно, понимаете, потому что особенно я горжусь сценой, когда Паулюс, значит, уже в ГДР, и, значит, он у него на пианино. Его любимое занятие, помимо, так сказать, писание вот этих популярных песен, мелодий, разбирать и собирать пистолет, так? И когда к нему заходит Хреников, Хреников пишет воспоминания, что его поразило, как он, так сказать, увидел пистолет на этом самом... То есть, вот такой Паулюс, Паулюс. Но самое удивительное, что племянница этого Паулюса, это уже реальная история, она стала популярнейшей французской певицей. Так вот, как бывает. И она была близкой женщиной Сержа Генгурга, такого замечательного шансонье. Вот, то есть, хорошее продолжение истории, это когда, так сказать, жизнь впутывается в мистификацию. Понимаете? Ну вот, собственно, мистификация. Это я прочитал второе. Теперь я тогда, значит, по своей стратегии читаю стихотворение. А вы можете поставить... Тогда, знаете, что... Поставьте осень. Вита. Уже ставим. Хотя мы перешли на ты, но уже ставим осень. Да-да-да. Секунд ставим. Да. Что я перейти? Сейчас осень. Сейчас осень... Сейчас осень... Да. Когда приходит осень И ни о чём не просит Ни в чём не обвиняет Хоть я и виноват Как ты нужна мне осень Ты приходи ещё раз Ты приходи ещё раз И много раз подряд Осень Серебряная осень Серебряная осень Сердечная игра Осень Опять приходит осень И ни о чём не просит Дарить пора Она приходит осень И что нам приносит Растоптанные листья На траурной земле Ах, как это печально И всё же не фатально А будущее скрыто А будущее скрыто В осеннем угле Осень Серебряная осень Серебряная осень Сердечная игра И ни о чём не просит И ни о чём не просит Что не бывает Что не бывает чуда А будет страшный суд Но чудо состоится Суд будет долго длиться И приговор отменят А суд перенесет Осень, серебряная осень Серебряная осень, сердечная игра Осень, опять приходит осень И ни о чем не просит Дарить пора Осень, опять приходит осень И ни о чем не просит Дарить пора Аранжировка Виктора Лакшина Поет Тамара Лакшина, его супруга И клип сделан Евгением Коблинцем Слова мелодия мои Так, теперь В качестве интерлюзии я прочитаю еще одно стихотворение Сейчас, минуты Вот Сейчас Что-нибудь почитаю Там Пихотворение называется Виде Я видел сон И вглубь его врастая Увидел то, что видеть не хотел Меня несет чудовищная стая Я на волне из оголтелых тел Все демоны Все дьяволы ночные Что ненавидят дьяволов земных Меня влекли предстать Пред очи Вия И было жутко Раствориться в них Ну вот и Вий Мы, кажется, знакомы Здоровается Колыханием век И приглашает быть совсем как дом Уродлив Стар Представьте Человек Иду На Вий Скричал я с перепуткой Вий усмехнулся Я предупрежден И знаешь Я скажу тебе как другу Ты видишь сон А может и не сон Я оглянулся Дьяволы исчезли И Вий исчез В иблеклом свете дня Куда же они, черт возьми, залезли И у меня сомнений нет Меня Ну, теперь я буду читать Рассказ из третьего блока В котором Будет Абсолютная Абсолютная правда Будет абсолютная правда Сейчас я Найду ее Вот я хочу снова шея скрин сделать Сейчас, одну секунду Делаю шея скрин Шея скрин Прямо И жаны Ай-ай-ай-ай Куда же он залез А, вот Видно? Видно? Да Вот смотрите Значит Этот текст называется Трижды глава Советского Союза Кто он? Председатель президиума Верховного Совета СССР Это считается Должность была введена Конституция СССР И Председатель президиума Назывался главой Посоветского государства А за рубежом Порой и президента То есть Глава Советского государства Это Председатель президента Да? И вот у меня вопрос К аудитории Она Сомнительно небольшая Десять человек Но Я думаю Что десять людей Которых все жили в СССР И знают И вопрос такой Знаете ли вы историю Советского Союза? Нет Вы не знаете ее Доказать это очень просто И вопрос такой Кто был главой этого государства? На протяжении Трех Различных Периодов В истории Трех Различных Периодов Подразличные Периоды Понимаем Периоды не подряд А разделенные Промежутками Время Может быть Кто-то И скажет Нет Мы знаем Мы знаем историю Правильно? Не Ну Порошилов Что Порошилов Порошилов Ну смотри Я вижу Недоумение Я читаю Недоумение На вашем лице И Ленин И Сталин И Хрущев Руководили СССР В течение одного Периода Бесперелива Один и тот же человек Трижды Возглавил три раза СССР Нероссийскую Федерацию Кажется Такой человек Не существовал В природе Не мыслит Ну что ж Давайте перечислим Вот я перечисляю Ленин Сталин Маленков Хрущев Брежнев Андропов Черненко Горбачев Вот В постсоветский период Были Ельцин Путин Медведев Снова Путин Так Это реальные лидеры Медведев Под вопрос Однако Реальные лидеры Это не глава Советского государства А главой Скажем Был Смотри То что я сказал В начале По определению Конституции Был Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Вот список Формальных Глав государств Каменев Свердлов Владимирский Калинин Шверник Ворошилов С 1953 По 60 Но не три раза А подряд Один раз Брежнев Микоян Подгорный Снова Брежнев Андропов Черненко Громыков Горбачев И так далее Вот Брежнев Андропов Черненко Горбачев Совмещали Совмещали Лидерство партии И это самое Значит Под все эти Лица Более-менее Исторические Значит Исключение Некто Владимирский Который был Две недели И четыре Четыре Человека Брежнев Андропов Черненко Горбачев Совмещали Позиции Реального Лидера И главы Это Случилось В позднее Советское Время Ну а Где же Он Трижды Глава СССР Обещанный В начале Стати А дело В том Что список Заведомо Не полон В ней Нет фамилии Восьми Председателей ЦИК От союзных Республик Это отдельная История Не еще Отношения К вашей И вот Вот вам Настоящий Список Который Я дал вам Сопрощенный Вот посмотрите Посмотрите Выделено Жирно Калинин Свердлов Владимирский Калинин Каменев Извините Каменев Свердлов Владимирский Калинин Свердник Ворошилов Брежнев Никоян Подгорный Брежнев После Брежнева Идет Кузнецов После Кузнецов Идет Андроп После Андроп Идет Кузнецов После Черненко Идет После Кузнецов Идет Черненко И снова Кузнецов Чем отличается Полный список От неполного Одним Человеком Кузнецов Слышали вы Эту фамилию Раньше Нет Не слышали Простая Очень распространенная Русская фамилия Василия Васильевич Простые Очень распространенные Русские Имя Сочицы Кузнецов Василий Васильевич Оказался жизненно Необходим Российскому Государству Критические моменты Скрипучего Поворота Руля Во время Во время Исторической Гонки На Лафетах Одним За другим Умирали Генеральные Ситы ЦК КПСС Говорили Что Андропов Работал На батарейках По Черненко От сети Итак Дорогой Леонид Ильич Умер 10 ноября 82 года Василий Васильевич В тот же день Стал Председателем Президиума И был Он 7 месяцев Именно Кузнецов 31 декабря Произнес Новогоднее Обращение К советскому Народу Оно Есть на Утюбе А Юрий Владимирович Прекратил Существование 9 Аккуратия Василий Васильевич Незамедлительно Тоже 9 Аккуратия Приступил Свою обязанность Исполнял Он 2 месяца Наконец 10 марта Не стало Нашего Дорогого Константин Устиновича Кого назначили Председателем Президиума Правильно Василия Васильевича День в день Последний Отпусть 4 месяца А всего за 3-3 года Более чем год 13 месяцев И еще У всех Председателей Президиума Верховного Совета СССР Глава СССР Были заместители У всех Но не у Василия Васильевича В графе Заместителей Председателя Президиума У Кузнецова Написано Мистическое Он сам Три раза Он сам То есть Василий Васильевич Кузнецов Был незаменим Абсолютно Заместителя У него Быть не мог Итак Странная Странная фигура Родился в 1901 году Во время исполнения Полномочий Ему был 81 82 И 84 Год Оказался Старейшим Из всех Глав советского И российского Государства Правительства За всю их историю Чемпион Чем Объясняется Столь Неукосительный Трежды повторявшийся Взлет Кузнецова Василия Васильевича Выше В формально Выше Позиции Советского Союза На западе Ее назвали Президент А в чем Причина Его Уникально Не изменилась Кто Посмотрим На его лицо Вполне Обыкновенное По типу Инструктора Прайком Матерый аппаратчик Проваренный В чистках Аксоль Так Или Подпоручик Кеже Фигура Выдуман Или Так сказать В мозге Сердце Того Что сейчас Называют Дипстей Происхождение Самое Простое Из простых Как у большинства Членов Членов Политбюро И кандидатов В эти члены В христианской Семье Родился Василий Васильевич А вот Сейчас Давайте Аудитория Я спрошу вас Как вы думаете Какое образование Он получил Вот какое образование Получил Василий Васильевич Кузнецов С таким вот лицом Как вы думаете Ну как Ну как Ну есть какие-то Соображения Американский Шпион Ну что еще Может быть Американское Шпионское Образование Да Вот ближе всех Вито Конечно Значит Вы уже знаете Значит Обычно Люди говорят Так Пошутили Вы думаете Что два класса Третий коридор Или ЦПУ Церковно-приходское Училище А потом После революции Рафак Ну как Крущев Как Брежнев Все эти люди С низким образованием Не говоря Сталини Семинарии Не окончены Ничего подобного Инженер Инженер Металлург Василий Васильевич С 31-го года Посмотрите Где он учился В технологическом Институте Мэллана Писбург Ша Карнеги Институт Обтехно-логи Карнеги Мэллана Университи Окончила В 33-м году Удивительно Направда Председатель Президиум Верховного Совета Глава СССР И выпускник Карнеги Мэллана Университи Ну вот, права Витовска, которые говорят, что американские... Я пошутила честно, а как это вообще возможно, а как... Ну, читайте, это правда. Это правда. После окончания этого университета Василий Васильевич вновь посетил США. Была командировка с апреля по август 36-го года. По виду, он был талантливым инженером. Его, кстати, никогда не репрессировали. Даже намекал, скажем, в отличие от Тавасяна. Для других инженеров с американскими связями это могло быть везение. Туполева посадили после его на американской командировке. Тавасян был на грани. Инженерная казньера Кузнецова была блистательной. Поднялся для руководства глав спецсталю. В военное время стал помощником Маленкова по металлургии. И вот совершенно неожиданный скачок. В 1944 году его профессиональная деятельность прекращается. Он становится председателем президиума ССПС. В 1953 год. В 1946 году по 1950 председателем Совета национальности Верховного Совета СССР. И новый поворот. Дипломатическая карьера. В 1953 году посол в Китае. А ведь это ответственнейший момент. Конец Корейской войны. В 1975 году по 1977 замминистра. Замгромыков. Он основной конкурент при выборе кандидатуры. Министра. Министра странных дел. После примкнувшего к ним шипила. А вот посмотрите, что это такое. Что это такое. Вот посредине. Посредине. Василий Васильевич Кузнецов. Слева посол Добрынин в Америке. Так. А справа кто? Президент Кеннеди. Это он в момент Карибского кризиса. Высоко оценивается роль в прекращении Карибского кризиса. Так. Он не был просто исполнителем директив. Не просто, так сказать, такой Акакий Акакьевич. Он блестяще справился с труднейшим поручением. Он в чудо, где кризис. Венгерский кризис 1956 года. Переговоры с Китаем после стычки на Даманский. Это был индо-пакистанский инцидент. Что-то, кстати, я узнал сравнительно недавно. Фактически он был гауляйтером во время чехословацких событий. Вместе с молодым, кстати, еще рано. В ранний период он был наш шаг на выработке устава ООН в 1944 году. Значит, подхожу к выводам. О молодости лет я не имел счастья знать Василия Васильевича. Более того, в течение моей жизни я ничего не слышал о нем. И накануне 83-го года даже пропустил его эпохальное новогоднее обращение к советскому народу. Только месяц тому, ну, на самом деле уже два года, только месяц тому я совершенно случайно на Василия Васильевича. Но сейчас перед моим взором предстает его образ как трехмерный идеал. Не Молчалин, не Акакий Акакий, не потаенный миллионер Калинин. Не Молчалин, начальник из песни Галичи. При поверхностном скорости совсем другое. Это простой советский человек, готовый самоотверженно трудиться на любом посту, на который его поставит партия, в том числе на посту главы СССР. В образе Василия Васильевича, вылепленного моим художественным воображением, привлекает его кажущаяся незначительность, любовно-пестуемая незаметность, в соединении с незасыгаемой эффективностью и фантастической удачностью. Анастасию Ивановичу Микояну приписывали умение быть сухим под дождем, проходя между струйками. В феномене Кузнецова, по-видимому, было нечто большее – умение управлять струйкопотоком, то раздвигая струйки, то сливаясь с ними. Вообще его жизнь – это тайна, объяснение которой, скорее всего, невозможно и выходит за пределы моей публикации. Я еще раз спрашиваю, как выпускник американского Carnegie Mellon University может три раза с перерывом стать главой Ассоциации. Нет ответа. Увы, советский народ не сохранил память о своем выдающейся сыне. Он как-то не влез в коллективное и бессознательное. Народная память не держала его имени ни до его правления, ни во время, и тем более после. Целые библиотеки, написанные о Ленине, Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропее, Ельцине и Путине, даже о ничтожности Черненко, поэтки Биров написал поэму «Жизнь К.О. Черненко». А Василий Кузнецович – скудные биосправки и книжеские воспоминания коллег-дипломатов. Считаю это крайне инсталидируемое. Чем же уникален Василий Васильевич? Чем же уникален Василий Васильевич? Что же в нем необычно особенно на фоне других лидеров Советского Союза? Он был чемпионом российской власти, формальным главой Советской СССР на протяжении трех различных периодов. Будь моя воля, я бы посмертно присвоил ему звание три глав СССР. Более того, он был старейшим из всех глав Советского и Российского государства за всю историю. И на мировой сцене он выглядит совсем неплохо. Британский премьер Уильям Глэдсон был премьер-министром четыре раза в различные периоды времени. Но он же не был главой Британской империи. И вообще все это не главное. Главное, что будучи главой СССР три раза в течение тринадцати месяцев, Василий Васильевич Кузнецов как будто бы не сделал ничего плохого. Во всяком случае, я ничего такого не нашел. А тринадцатый век, а тринадцатый месяцев срок совсем немалый. Честно говоря, меня это поразило. Надеюсь, я помог Василию Васильевичу выйти из небытия. По крайней мере, на... Ну вот такой текст. И это, смогу вас заверить, как будто бы это правда. Извините, Григорий, а можно вопрос? Очень интересно. А вопрос можно? Вот вы говорите, что он не сделал ничего плохого, но вы сказали, что он был гауляйтером в Чехословакии. Да, да, да. Я был. Но там интересные сведения о нем. Я говорю, во время этих периодов не сделал ничего плохого. В другое время я не знаю. Я аккуратно говорю. Но когда я... У меня есть материалы для второй публикации, но как-то, ну, так сказать, не хватает. Чего-то не хватает. Во время... Значит, на интернете есть воспоминания о нем, которые можно найти. И там такой есть эпизод. Какой-то полковник, значит, в каком-то городе стал наводить порядок. Честно. И, значит, ну, начал снимать какие-то памятники там, то, сё. И его вызвал к себе Кузнецов, говорит, ты полковник танковый, сиди в танке так, чтобы тебя в лесу не видели, вообще не вылазь и так далее. Вот такие вещи. То есть он сторонник был такой тихой политики. То есть, ну, как-то... Как-то... С ним, знаете, какие еще тайны связаны? Тайны передачи информации из Америки, атомной информации. Есть... У меня есть сведения, что он отвечал за передачу части информации. Он был связан с Эдином Тулей. Ну, так сказать, об этом надо писать, надо рыться. Но, в общем, можно кое-что найти. Ну, вот такая фигура. Он знал прекрасно, он был на ООН, и он присутствовал при решении вот этого... нескольких инцидентов. И британский посол о нем написал восторженные стихи. Британский посол в ООН. Об его умении решать сложные проблемы. Вот эти стихи тоже есть в интернете. Вот такая фигура. Ну, вот это, собственно, конец. Невероятно. Мне вообще... Чтобы сейчас можно было что-то найти такое, что... Пожалуйста, тут все... Это... Я же честно говорю, есть мистификации, а есть неправдоподобная правда. Понимаете? Я вижу, у Ефима есть вопросы. Да, значит, очень жаль, что про это я не узнал гораздо раньше. Дело в том, что, возможно, что мой отец его знал. И вот почему. В середине 20-х годов мой отец тоже учился в полицейском институте, и он тоже был металлургом. Ну, в отличие от Василия Васильевича, он металлургом был всю свою жизнь. Ну, в смысле, исследователь металлургии всю свою жизнь, пока мы не ехали в Америку, после чего попросили уже металлургом не стать. И я так просто смотрю, что до 2026 года он учился как раз в полицейском институте именно по металлургии, которым он потом и занимался. Но, к сожалению, я не могу уже моего отца спросить, потому что он был всего лишь на пять лет моложе Василия Васильевича. Я тоже смотрю, что он не совсем был забыт советским государством, хотя не четыре раза, но два раза был героем статистического труда все-таки. Нет, там есть интересный момент. Есть сборник дипломатов, я его проработал, ну, и он, вот, например, он отсылает какие-то документы на дачу Громыка, который живет на даче. Он сначала посылает какого-то офицера туда, на дачу, и говорит, спрашивает, а в каком настроении, значит, Громык, как он чувствовал, как он себя... И он подходит к документу и начинает править этот документ в зависимости от того отца. Потом посол Килотковский говорит, что он с ним говорит, он ему спрашивает, как вы думаете, что нам делать с Сахаровой? Так, ну, тот ему говорит что-то такое, что, по-видимому, надо, но ни в коем случае не сажает там, то-сего говорит, да, но высылать его не надо, не надо, он слишком много знает, это обдумывает, вот как-то так. То есть, ну, такая фигура, да. А он не имел, не говорится нигде там, брат, но вы говорите, что с атомными секретами как-то имел дело, что он как-то там был связан с соответственными еще органами, скажем, судоплатами и прочими такими историями. Я искал это, но я нашел сведения, что он имел отношение с людьми, которые передавали. Понимаете? Мы передавали, так сказать, может быть, он был связан с Зарубиной. Зарубиной, вы знаете, это упоминаемая фигура. Зоя, если я правильно помню, да? Да, но ее муж тоже. Окей. Ну, так, да, та, которая Блюмкина выдала. Ну, в общем, ну, вот как-то так. Понимаете? Я, 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 у меня есть материалы на вторую публикацию, но как-то она будет уже менее интересна, чем первая. Ну, ну, что я, ну, я вообще, честно говоря, горжусь этой имелацией. На пустом месте, понимаете? Невероятно, я бы сказала, да. Да. Так что, вот так вот. Ну, хорошо, значит, у меня остались две песни, вы поставьте «Любовь на троне», так? А потом я скажу во второй песне. Можно? Хорошо, секунду. Да. Сейчас разделу. «Любовь на троне» это очень старая песня, она из такой пьесы, которая была поставлена на Сибирском академгородке, и здесь, и здесь гид, гид, гид Штерн, гид Штерн, который, 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 исполнялся. Да. Любовь на троне, в любом притоне, в любом загоне, ночных площадей за все в ответе. Любовь на примете, всегда на примете у добрых людей. В любой могиле ее зарыли, в любом законе ее нашли, ее простили, ее растлили, ее убили, если б могли. Любовь на троне, в любом притоне, в любом притоне, в любом загоне, в ночных площадей ее не гонят. А если гонят, стоит у дверей, стоит у дверей, не мой проситель, и если хотите, а если хотите, ночная любовь. любовь. И может, в конце поставить песню на столько двое. Эта песня посвящается моей жене. Вот она сейчас болеет, тяжело болеет. Так что... Хорошо, сейчас. Забудем все. Забудем все было. И помолчим, И каждый о своем, И будем помнить Настолько двое, Настолько двое, Насколько можно быть вдвоем, И будем помнить Настолько двое, Настолько двое, Насколько можно быть вдвоем, Года идут, и летом, и зимою А сколько их для ясности замнём И будем помнить Настолько двое Настолько двое Насколько можно быть вдвоём И будем помнить Настолько двое Настолько двое Насколько можно быть вдвоём Мне хорошо, так хорошо с тобою И вот живём, пока ещё живём И будем помнить Настолько двое Настолько двое Насколько можно быть вдвоём И будем помнить Настолько двое Настолько двое Настолько двое Насколько можно быть вдвоём И будем помнить Настолько двое Настолько двое Насколько можно быть вдвоём Субтитры создавал DimaTorzok Есть ли вопросы какие-нибудь? А вот я хочу про эту самую Уранию спросить. Да. Вот я общался немножко с Владимиром Евгеньевичем Захаровым, который недавно умер на Фейсбуке. Мы даже обменивались книгами стихов, продневнениями. Вот. И вот когда было первое объявление об Урании у Берковича на портале, я спросил у Захарова, что это такое, что за такая Урания? И он как бы испугался и говорит, я ничего не знаю, ничего не знаю. Вот спрашивайте у Яблонского, он там начальник. Но я подумал, что я буду. Я вот Захарова знаю, Яблонского не знаю. Ну сейчас не знаю. А вот что я пойду? Ну сейчас вот я вот знаю, могу спросить, вот что это за Урания? Ну что это? Мы сделали, условно говоря, это те же вопросы, как физики и лирики на новом этапе истории. И мы сделали, так сказать, площадку. Вы хотите что-то сказать? Нет, нет, я молчу. Это кто-то на другой говорил. А, ну да. Мы сделали площадки семь искусств. Это была, так сказать, моя идея, поддержанная Захарова. Неизвестно, что такое Урания. Урания – это муза астрономии, но это временно поэзия. И потом это слово на слуху, потому что движение Урания было в знаменитой альманах пушкинской поры. Так. Значит, был, так сказать, был специальный такой институт в Германии, в Австрии и в Польше. Потом, слушайте, был город, который Тихо-де-Брагин делал, Ураненштаттен. Ну вот с такой же целью, как говорится. Ну такой знаковый символ союза искусства и науки. Ну почему мне это не сделать? Была такая идея, я написал манифест, Захарова это поддержал, так. И Беркович дал прием. И мы сделали две конференции, выпустили две книжки на эту тему. Значит, я могу их сейчас показать, толстые книжки. И третья конференция на тему, которую предложил Захаров, причинность и случайность, типа всюду такая. Но, знаете, поскольку началась война, у нас большое количество участников из Израиля. И поэтому мы с Берковичем по совету подумали, ну немножко попозже. Мы хотели писать объявления о третьей конференции сейчас. Вы можете пройти на 7 искусств, там есть эти две книжки выставлены, они изданы в хорошем виде. Показать вам эти две книжки? Да, я даже слушал немножко эти конференции. Вторая была более такой содержательной, мне кажется. Правильно, правильно. Первая была первая, блин, вторая, там выступал и Эпштейн. В общем, там конкретно все. Эпштейн отлично выступил. Он вообще большой, конечно. Большое светило. Да, большое светило, к сожалению, было. Да, так вот. На вторую, Гриша, вы очень любезно пригласили меня, значит, более того, предложив название «Эффект Момо». И оно какое-то после этого меня, да, с этой байкой стали таскать просто всюду. Гриша, вы где? За книжкой, наверное, пошел. Да, за книжкой. Ну, для себя я не могу связать воедино науку и поэзию. У меня это как-то вот отдельно и не взаимодействует. Ну, как же, если даже стихи пишешь на эту тему. Послушай, а Лена же выступала. Вот смотрите, смотрите. Да, она выступала. Смотрите, вот две книжки. Первая, это называется «Пространство в науке и поэзии». Ну, было выступление Захарева первое, и там как-то это самое. Вы правы, что первая была конференция, не первая, а можно. А вторая конференция, там есть интересные вещи. Ритмы и контекунсты, вот все. Вот книжки такие. Да, вот я вот в этой второй. И отдельно хочу еще раз уже лично и публично поблагодарить Гришу. Во-первых, за приглашение, а во-вторых, именно за название. Потому что изначально у меня этот рассказик назывался «Мапасан моем» и телекоммуникация. Гриш положил очень хорошее название «Феномен мумов» по созвучию их имен. Ну, как-то так, да. Ну, нет, это хорошая площадка, потому что исключительно энергичен Беркович. Он поддерживает любое разумное начинание, но нужны силы. У нас есть немножко денег для издания, понимаете, немножко. Издание обходится не очень дорого, порядка тысячи долларов максимум. И, значит, мы их находим, эти деньги, и можем включаться. Но в это время такое страшное, ну, как-то не заикается, язык не поворачивается, понимаете, пока чуть-чуть. Неблагоприятное время. Извините, а как-то связана вот эта вторая ваша конференция, вторая книга, с темой, которая озвучена вот в известной книжке «Эшер Гёдельбах». Да, это, конечно, конечно, конечно. Это «Эшер Гёдельбах» – это того самого. Она у меня стоит. Это. Кофштадера. Да. Кофштадера. 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 Эшер Гёдельбах. А то, что это? А то, что это? Ну, он все связано. Все связано. Да, я могу. Значит, это Бахарова смерть, конечно, это большая потеря. Он мой был товарищ на протяжении больше, чем 50 лет. Так сказать, и по всем делам. Он такой смелый-смелый. Значит, и самоседатом мы занимались, и всем занимались. Такой редкий-редкий человек. Я могу прочитать стихотворение, посвященное его памяти, сейчас, для завершения. Я в качестве интерллюзии. Гриша, пока ты ищешь, я хочу два слова буквально сказать. Я нашел. Лауры Ферми, где она касается Бруна Пантекорова, как он с супругой с атомными секретами бежал из Америки, через морским путем в Швецию, и из Швеции уже сюда. Она пишет о том, что большой человек из Советского Союза, который был в Чехословакии, оказывал нам содействие. Ой, не нам, но ему. Пантекорова и супруге. То есть Пантекорова упоминает большой человек, который был в Чехословакии? Вот это интересно. Луара Ферми, в своих воспоминаниях об Энрике Ферми, пишет о Пантекорова, это же был его сотрудник. Да, понятно. Его тоже. Это было не «Атома у нас дома» она называлась. «Атома у нас дома» Ферми. Я знаю, что Пантекорова... Не «Атома у нас дома», это система серии ЖЗЛ. А в серии ЖЗЛ пишет о Энрике Ферми. И там именно вот это воспоминание о том, что супруга Пантекорова была коммунисткой и через, как она выражается, я тогда понятия не имел, кто это, большой человек в Чехословакии, советский, имеется в виду, оказывал помощь в организации «Побега». Вполне возможно, что это был Кузнецов. Ну, я не знаю. Ну, может, нет. Это же... Он забежал в 50-е годы. А Кузнецов-то... То, что я знаю, он был в 188-м году. Ну, Кузнецов... Кузнецов в время войны, 44-45-й год. Я думаю, вот это его следы. Когда поток документов из Америки был... И что на его дело организовать? Он был в тени и помогал. А дальше... Уже начало. Ну, спасибо. Я буду благодарен любому упоминанию об этом. Потому что я спрашиваю у людей. По крупицам что-то можно о нем знать. Вот и Фим сказал что-то. Вот ты сказал. Вот что-то что-то. Как-то так. Хорошо. Я читаю стихотворение, посвященное памяти Захарова. Можно? Конечно. Стихотворение называется «Судьба». Судьба одинока, как бешеный бык. Судьба – это вечная встреча с отцом, что молча стоит в изголовье. Родная, чужая, навеки своя. Со взглядом невидящим мутным. Судьба – это ты, это он, это я. И море – слеза перламутра. Спасибо. Отлично. Замечательно. Ну, пожалуй, 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 урок закончен, часть 20. Прежде чем мы попрощаемся, Гриша, я все-таки хочу, я не буду показывать целый фильм. Ну, и вообще, это отдельная тема, с которой вы, вообще, отдельно уже у нас выступали и Григорий, и многие другие люди. Это «Кафе под интегралом», и фестиваль 68-го года в Академгородке. Я просто покажу кадр фильма, ну, потому что это довольно большой фильм. Вот. А кому интересно, вы сами посмотрите. Просто наоборот. Витата, ты пошли людям, они посмотрят. Да, я просто покажу. Фильм был потерян. Потерянный. Могу кое-что забыть, но постараюсь. Любовь на троне, пора-то-то, в любом притоне, пора-то-то, в любом загоне, пора-то-то, ночных площадей за все в ответе, пора-то-то, любовь на примете, пора-то-то, всегда на примете, пора-то-то, у добрых людей. Просто очень-очень советую этот фильм. По-моему, это полчаса. По-моему, это прекрасная вещь. И совет советую всем. На самом деле это было приглашение, которое я посылала. Это совершенно замечательные вещи. Я думаю, что все на свете физики и лирики, вот как из этой самой шинели, они происходят вот оттуда, из Академгородка, из фестиваля 68-го года, из всего вот этого. Спасибо Вите и всем присутствующим за приглашение. For having me. Я рад, что с вами познакомился. Спасибо, дорогие. И если кто-то захочет связаться с Григорем, пожалуйста, через меня и с удовольствием. Большое всем спасибо. До новых встреч. Спасибо. Еще раз хочу сказать, что тут у нас будет некоторое цитринное турне. Вот Елена Аболенская здесь присутствует, и других выступающих, по-моему, нет. Флорида, потом Вашингтон, потом Нью-Джерси, потом Нью-Йорк. Можно увидеться, если кто-то из вас в этих местах. Постараемся. Хорошо, спасибо. Буквально два слова, Вит. Я хочу пригласить всех. Завтра у нас в клубе Юрий Солодкин. Наверное, этого поэта представлять не нужно. Это фантастический поэт. Милости прошу. Завтра, пожалуйста, через Виту, через Гришу. Я вам всегда пришлю линк, как подключиться. Это клуб интересный встреч. Клуб интересный встреч. Я знаю, он из городка. Я прошу его. Он такой. Он тоже с Агатемгородка? Да, он из городка. Он губерман, американский губерман. Вот он такой. Ребята, человек прошел путь от студента до профессора, доктора наук именно в Новосибирске и в Академгородке. Да, он математик. Да, да, да. Дорогого стоит. Да, стал. Человек потрясающий. Просто он у меня уже не первый раз, и я в всякий раз получаю массу удовольствия. Аркадий, а когда это будет? Завтра в 11 по Калифорнии. Это у вас где-то на том... Два часа дня у нас. Два часа дня, да. А Витюля, пришли, пожалуйста, линк, если можно, да? Пришли непременно. Спасибо. Хорошо, дорогие, спасибо большое. И да, ну спокойной ночи. Еще рано желать. Но, в общем, до новых встреч. Увидимся. Пока-пока. Спасибо. 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 Спасибо, Катейша. Огромное спасибо. Спасибо. Интересно. Всем пока. Поговорим пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok